Боевики продолжают грубо нарушать Минские соглашения. С начала суток осуществили 35 обстрелов позиции ВСУ на Донбассе. Горячее всего на Мариупольском направлении. Авдеевку также продолжают накрывать минометным огнем. Все подробности узнаем от Олега Решетника. Боевым позициям под Авдеевкой несколько километров бездорожья. Мы оставляем наш автомобиль и пересаживаемся в БМП. Только так можно добраться на передовую. Эти позиции обустроили не так давно. Здесь бои не прекращаются. Даже во время интервью где-то рядом слышны взрывы вражеских снарядов. Все как по графику. Только садится солнце, начинается огненная феерия. Последняя ночь не исключение. Эти свежие порезы появились после вчерашнего обстрела. Впрочем, падает здесь много. Еще несколько месяцев назад такого количества поваленных деревьев здесь попросту не было. В основном с 12 часов, то есть вот и с полдвенадцатого. Более-менее сейчас, конечно, успокоилось. Обычно были минометные огни. Сейчас, ну, каждую ночь пулеметные обстрелы. Так бывает час от часу. И прилетает там и 120-ка, и 82-я мина. Ну, держим позиции. А прошлой ночью прилетел очередной подарок от боевиков. Вот эта воронка появилась после попадания, как говорят, военные, запрещенного минскими соглашениями пиона. Его калибр больше 200 миллиметров. Ну, размер воронки во весь мой рост. Несколько дней назад на этих позициях погибли трое украинских военных. Это была мина запрещенного 120-го калибра. Боец с позывным «Шаман» служит уже третий год. Эти позиции для него новые. Со своими сослуживцами обустраивает блиндаж. Пока мы общались с «Шаманом», пришло сообщение из штаба. Срочно покинуть позиции. По рации передали, пророссийские боевики уже знают, что на передовой журналисты. И готовы начать массированный обстрел. Олег Решетняк, Максим Чеблин, Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал «Интер». Подробности телеканал «Интер». Подробности телеканал «Интер». Продолжение следует...